Вот такие красные контейнеры в апреле этого года компания Кока-Кола установила во дворах 16 школ Сочи. Сюда ученики приносили самые обыкновенные пластиковые бутылки. Проект «Вторая жизнь упаковки. Возьми пластик в оборот» призван научить детей раздельному сбору мусора. Цель – дать понять, что использованный пластик может стать ценным промышленным сырьем. Итоги проекта, организованного компанией Кока-Кола совместно с Управлением по образованию и науке, подвели сегодня в эколого-биологическом центре. За полтора месяца акции школьники собрали полторы тонны пластика. Это 45 тысяч бутылок. Позиция нашей компании заключается в концепции «Ноль отходов». Поэтому, собирая пластик, мы даем ему дополнительную жизнь, новую жизнь и получаем на выходе новую пластиковую бутылку. Таким образом, мы формируем новую культуру ответственности перед природой. Самые активные участники проекта получили почетные дипломы от компании Кока-Кола и приятные сувениры. Кстати, больше всего пластика, почти 75 килограммов, собрали ученики 48-й школы, победившие в программе. Из всех собранных бутылок можно было бы изготовить, например, 4200 футболок или 700 спальных мешков. И каждая бутылка, прошедшая переработку, это не только сохраненные энергоресурсы, но и сокращение вредных выбросов в атмосферу. Это значит сохранение природы и улучшение качества жизни. Ощущение масштаба и те цифры, которые мы сегодня назвали, что можно было бы сделать, сколько энергоресурсов сохранить при переработке этих полутора тонн пластиковых бутылок, которые дети собрали, я думаю, что это отложилось в их сознании. На этом проект «Вторая жизнь упаковки» не заканчивается. Следующий этап стартует в сентябре. Его финалом станет празднование Дня Черного моря. Организаторы надеются подключить к полезной акции еще больше сочинских школьников. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.